И в наших шастрах, в частности, в Бхагавадгите, Кришна говорит Арджуне, и таким образом Он обращается ко всем нам. Он говорит ему, что тот должен развить определенные качества. Во многих местах Кришна говорит нам, что мы не должны попадать под влияние двойственности. И это интересно. Не попадать под влияние двойственности означает находиться на уровне Брамана, то есть полной духовной реализации. И это одно из первых наставлений, которые Кришна дает Арджуне. Очевидно, что вы не можете просто щелкнуть пальцами и подняться на уровень Брамана. И что же Кришна говорит Арджуне? Он говорит, что эти качества ты должен практиковать, ты должен проявлять эти качества, если ты хочешь находиться в таком положении, в котором ты сможешь духовно прогрессировать. Например, если у меня есть склонность оскорблять преданных, я достаточно критичный и злой человек. Если я не буду контролировать эту свою склонность, она может разрушить мою Бхакти. Это как слон в магазине китайских товаров. В наших шастрах приводится пример слона, который ворвался в сад. Мы все это слышали, мы все понимаем этот пример. Представьте такую ситуацию, что если критичный, оскорбительный, преданный скажет вам, «Да, я понимаю, что у меня есть склонность к критике, к оскорблению, но вот когда я стану чистым преданным, я уже не буду никого критиковать и оскорблять». Что бы вы ответили такому преданному? Что бы вы ответили, Санкар Шанни, к этому доводию? Я бы сказал, что, наверное, если вы делаете так, то за очень долго, долгое время вы не станете pure доводием. Махат Бару спросил, что бы я ответил, и я бы сказал, что с таким настроением, вероятно, что ты еще очень-очень нескоро станешь чистым преданным. Да, точно сказал Махат Бару. Я думаю, что это очевидно для каждого из нас. Итак, мы должны практиковать эти качества на 100%. Даже задолго до того, как мы сами поднялись на этот уровень, что они у нас проявлены на 100%, но мы должны проявлять их на все 100%. Когда говорится, что благодаря практике Бхакти проявляются все хорошие качества, это означает, что благодаря практике Бхакти мы можем проявлять эти качества, практиковать их на 100%, потому что мы получаем силу от практики Бхакти. Я видел некоторых преданных, которые по природе своей были очень гордыми людьми. Но благодаря практике Бхакти они очищались, и они могли видеть свою гордость, они осознавали ее, и они просили прощения за такие свои проявления.